Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Анна Корольчук. Здравствуйте. На пожаре в Калинковичах прохожий спас пенсионера. Возгорание произошло в жилом доме по улице Киевской. Мужчина 1982 года рождения увидел, что из строения идет дым. Он проник в дом, на полу обнаружил хозяина и спас его. Пострадавший госпитализирован. В результате пожара уничтожено имущество в доме и повреждено потолочное перекрытие. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Причина пожара устанавливается, рассматривая версия неосторожное обращение с огнем. Неосторожное обращение с огнем – самая вероятная причина возникновения всех пожаров. Такие причины в большинстве своих случаев возникают по вине человека, не соблюдающих правила пожарной безопасности, либо безалаберно к ним относящим. Поэтому МЧС напоминает, что в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации пожаров необходимо сообщать службу спасения по номерам телефона 101 либо 112. Берегите себя и свое имущество. Еще на двух пожарах обошлось без пострадавших. В Чечерске по улице Ленина горела деревянная хозяйственная постройка. Огонь уничтожил строение. Причина пожара устанавливается, рассматривается версия поджога. В деревне Шиичи пожар произошел в постройке из газосиликатных блоков. В результате уничтожена кровля. Вероятная причина возгорания неосторожное обращение с огнем. В деревне Великие Филипковичи Рогачевского района горела насосная станция. Огонь уничтожил кровлю здания и повредил оборудование внутри. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло стать нарушение правил монтажа и устройства электросети и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем при курении. В Гумельском районе раскрыта кража полотна с изображением Иоанна Златоуста и иконы Крещения Господня. В середине мая житель поселка Кореневка сообщил в милицию, что неизвестные обворовали дом, за которым он присматривал по просьбе хозяев. О проникновении посторонних мужчина узнал, когда осматривал здание и заметил отсутствие стекла в окне. Воры похитили 10 церковных брошюр, 8 икон, ценное полотно с изображением святителя Иоанна Златоуста и икону Крещения Господня. Крещения Господня. Областная милиция задержала автоворов. Мужчины вскрыли более 35 машин. В течение нескольких месяцев они гастролировали по территории области и вскрывали авто, припаркованные на улицах и дворах. В основном похищали из незапертых багажников электроинструмент, насосы, домкраты, аккумуляторы, магнитолы и наборы инструментов. Иногда демонтировали колеса. Свою добычу злоумышленники реализовывали через торговые интернет-площадки. Все молодые люди из Гомеля не работают. Троим от 21 до 22 лет, еще одному 32 года. Ранее он был судим. Действием задержанных следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за кражи. Сейчас представители Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками главного розыска продолжают оперативно-следственные мероприятия по документированию преступной деятельности фигурантов данного дела. Гомельская пограничная группа информирует. На стрельбище «Борщевка» в войсковой части 12.42 будут проводиться стрельбы из стрелкового оружия. Они запланированы с 16 по 19, 22, 23 и 25 июня с 10 до 18.00. Объект расположен на территории населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на Беларусь4.